крошечный щенок которого вот-вот усыпят навсегда из-за состояния ее позвоночника цеплялся за надежду получить второй шанс которого он заслуживал болезнь не лишает его права на достойную жизнь на любовь и уважение анна-мария джанине увидела в интернете объявление о раздаче помета очаровательных щенков но один из щенков был другим не такой как его братья и сестра и это привлекло ее внимание это тилле главная героиня этой истории очаровательный тибетский спаниель покоривший сердце анны с первого момента как анна увидела тилле она поняла что она особенная собака когда я приехал мне сказали что у одного из щенков пороки развития что они не могут найти ему дом и это может привести к автоназии они считали из-за его уродства никто не захочет взять к себе домой такую собаку я уже влюбилась в нее и представила нас вместе еще до того как они закончили говорить эту ужасную вещь сказала анна как вообще можно называть такого прекрасного малыша уродом добавила она тилле родилась с синдромом короткого позвоночника редким заболеванием при котором ее сжатые позвонки делают ее похожей на собаку без шеи с очень маленькой спиной она походит словно ее сплющили если показать человеку из сети ее фото он не поверит и скажет что это photoshop когда она держала тилле на руках она не могла поверить что никто не хочет забрать ее домой когда я ее получила это был маленький комочек меха она идеально легла в мою руку всю дорогу домой она лежал у меня на коленях она смотрела на меня своими большими карими глазами и я сразу поняла что я нужна ей а мне нужна она добавила анна я почувствовала что между нами появилась связь эта крошка не знала какой могла быть ее судьба с этого момента она поклялась что тилле больше никогда не почувствует себя отвергнутой она не будет нуждаться ни в чем тем более в заботе и любви когда тилле подросла ее короткий позвоночник стал более заметным однако это не помешало ей делать все что делают остальные пушистые домашние животные она родилась с синдромом и как и у людей рожденных с особым заболеванием ее тело научилась приспосабливаться у нее не было проблем со здоровьем или осложнений из-за короткого позвоночника мы надеемся что она проживет долгую и здоровую жизнь сказала анна тилле нужна лишь небольшая помощь чтобы подняться и спуститься с мебели но она использует для этого специальный пандус который и сделали на заказ анна всегда находит время в течение дня чтобы сделать своей любимице небольшой массаж тилле без колебаний показывает они свою признательность за все что она для нее делает утилле счастливая жизнь она чувствует себя любимой и любит свой дом каждый час она спонтанно подходит ко мне и осыпает меня поцелуями а затем возвращается в постель это как часы кажется ей нужны поцелуи чтобы работать добавила анна хотя эта очаровательная собачка ничем не отличается ее внешний вид привлекает внимание не только людей но и других пушистиков другие собаки часто заинтригованы когда видят ее но они очень мило с ней однако ей все равно она определенно целеустремленная собака и если она захочет поиграть то будет играть с любой собакой независимо от ее размера сказала анна анна говорит что многому научилась утилле и ничего в ней не изменит тилле спит со мной в постели она кладет голову на подушку и засовывает лапы под одеяло она всегда должна быть рядом со мной прикасаться ко мне когда я готовлю она стоит прямо между моими ногами а когда я делаю уроки она лежит рядом со мной положив на меня лапы рассказала анна тилле ежедневно напоминает анне чтобы она была благодарна за каждый новый день они очень повезло что у нее есть тилле и она очень счастлива что именно она подарила этой собачке счастливую жизнь тилле постоянно напоминает матери чтобы другой это нечто особенное ставьте лайки оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал вместе мы сделаем мир чуточку лучше